Страна гор и легенд. О Демократической Республике Афганистан телевидение рассказывало уже не раз. Вот и сегодня мы побываем в этой стране, где все решительнее и громче заявляют о себе новые времена, где набирает силы Апрельская революция, возвестившая пять лет назад о начале новой эпохи в афганской истории. Много раз объективы кинокамер всматривались в загадочные черты этого края. Мало в мире стран, где встретились и перемешались десятки народов и культур, сохранились удивительные традиции и непривычные для нас общественные отношения. В столице Афганистана, Кабули, сфокусировались основные проблемы современной афганской действительности. Именно отсюда прозвучал страстный призыв Народно-демократической партии покончить с феодальным прошлым, защитить честь и национальное достоинство страны. Весна – любимое время года кабульцев, в особенности, если ей предшествовала снежная зима. «Кабул может прожить без золота, но не без снега», гласит старая пословица. С незапамятных времен здесь считают, что если в Кабуле было много снега, повсюду в стране ожидается хороший урожай. Зима в этом году была на редкость снежной, и на редкость буйной, яркой и многоцветной промчалась весна. Вежливость, любезность, благошелательность – обязательные черты каждого афганца, к какому бы слою общества он не принадлежал. И, встречаясь, они подолгу обмениваются приветствиями и наилучшими пожеланиями, прежде чем приступить к обсуждению дел насущных. Немало женщин и сегодня носят паранжу. Однако все больше появляется открытых женских лиц, и провозглашенная революция и равноправие женщин обретает зримые черты. Повсюду можно встретить карачи – деревянные ручные повозки на двух колесах. На них перевозят решительно все – от громоздких тяжелых предметов до разнообразных овощей и фруктов. Кабул – город многолитий. И надо сказать, что он не подвержен капризам моды. Разные стили уживаются здесь во всем – в характере построек, образе жизни, одежде, товарах и даже уличном движении. А независимость и сдержанность, отличающие афганцев, легко сосуществуют с шумной рекламой и темпераментной суетой городских базаров. На улицах города можно встретить представителей всех национальностей, живущих в Афганистане. Пуштуны – основная часть населения. Надо сказать, что в стране до сих пор сильные родоплеменные традиции. Вождь племени – глава рода, нередко очень многочисленного. Часто вождь одновременно является и главным священнослужителем – муллой. Его авторитет среди членов племени непререкаем. Во взаимоотношениях с племенами правительство в первую очередь вступает в контакт с вождями. Совет племенных вождей – джирга. Она испокон веков является важной формой самоуправления. После революции народная власть стремится использовать такие контакты для обсуждения и решения важных внутриполитических и хозяйственных проблем. Вы видите вождей пуштунских племен на встрече с министром по делам племен и национальностей Сулейманом Лаеком. Революция коренным образом видоизменила взаимоотношения правительства с массой. Провозгласив равноправие всех народов и национальностей, населяющих Афганистан, она с первых дней проводит в жизнь этот лозунг. Давайте вглядимся в лица тех, кто присутствует в этом зале. Посмотрите, какие они серьезные, мудрые, сосредоточенные, одухотворенные и очень-очень разные. Чувство достоинства, озабоченность, настороженность, спокойная уверенность. Но что за всем этим? Какое созревает решение? Убедить этих людей в правильности проводимой политики и тем более заручиться их поддержкой можно только завоевав их полное доверие. Афганистан уникален с точки зрения разнообразия национально-племенных структур. И это лучше, чем где бы то ни было знают в Министерстве племен и национальности. О чем теперь говорят, собравшись на Большую Джиргу, вожди пуштунских племен? О том, как предотвратить проникновение на территорию страны бандитских формирований из-за рубежа? Как обеспечить районы, пострадавшие от засухи, продовольствием и семенами для посева? Как создать возможность детям-кочевников учиться? Что можно сделать для развития в зоне племен системы медицинского обслуживания? Многие пуштунские племена по сей день сохранили большую степень автономии, вплоть до собственных военных формирований. Именно на пуштунскую автономию во многом рассчитывают враги Афганистана, пытаясь склонить вождей на свою сторону. Но не в Пешаваре, а в Кабуле собираются они на Большую Джиргу, и вдумчивая, последовательная политика Народно-демократической партии завоевывает все новые умы и сердца. ЗВУКИ В Кабуле всегда можно повстречать кочевников, и это серьезно влияет на количество населения в городе. По данным афганской статистики, число жителей столицы уже перевалило за миллион. Это объясняется рядом причин. Многие уходят в Кабул, спасаясь от бандитов, которые силой вовлекают беззащитных людей в свои военные формирования. Другие приезжают в поисках работы и селятся на склонах гор в наскоро построенных длиннобитных хижинах. События последних лет всколыхнули страну, нарушили привычный жизненный уклад многих людей, и в столицу стекаются тысячи и тысячи афганцев, желающих работать для народной власти. Дорогами Качеви через южные и юго-восточные районы страны проходила когда-то одна из веток Великого Шелкового Пути, по которому купеческие караваны шли из стран Востока в Европу. Свыше трех миллионов человек передвигаются по этим районам из Афганистана в Пакистан и обратно каждый год. Качеви Качевников, их здесь называют кучи, можно встретить в Афганистане повсюду, в традиционных местах Качеви, в городах и даже в районах оседлых поселений. Проблемы, связанные с ними, трудно решаемы, и ни одно дореволюционное правительство не рисковало взяться за них. Посмотрите, как трудно живут эти люди. Стоянку Качевников мы снимали при температуре свыше 45 градусов в тени. Раскаленная Марьева даже затрудняла киносъемку. А единственное затененное место – небольшой шатер, где едва умещались грудные дети и новорожденный ягнят. Мирзогуль – вождь племени Мамант. Сам он, как и часть его племени, проживает на территории Пакистана. Он рассказывает, что сотни семей каждую весну направляются со своими стадами на территорию Афганистана, где их неизменно встречают радушие и заботливое отношение властей. Мирзогуль считает, что в этом заслуга революционного правительства. Качевники играют немаловажную роль не только в политической, но и в экономической жизни Афганистана. От них серьезно зависит национальный рынок мяса, шерсти и кожи. Таким образом, питание жителей страны, занятость обрабатывающих предприятий и кустарей – все это в немалой степени обеспечивают кочевники. От них, от их позиций, отношение к революционному правительству во многом зависит из спокойствия афгано-пакистанской границы. К востоку от Кабула находится цветущий Джалалабадский оазис. Главари заграничных антиафганских организаций неоднократно грозились провести в Джалалабаде заседание своего так называемого иммигрантского правительства. Но все попытки завладеть Джалалабадом окончились провалом, а в центре города по-прежнему высится прекрасный символ революционных перемен – дом отдыха для рабочих, разместившийся в бывшей летней резиденции афганских королей. Напоминающие сказки «Тысяча и одной ночи», сады Джалалабада были местом у тех феодальной знати. Однако ветры революционных перемен развеяли в прах нагромождение сословных привилегий, и достоянием трудящихся стала вся эта красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда едешь на юг в зону племен, хребты Гендукуш отходят все дальше и уступают место неоглядным плоскогорьям, переходящим постепенно в пространство вечных пустыней. На их границе расположен второй по величине город страны Кандагар. Близость его от пакистанской границы, важное значение как центра внешней торговли республики, наконец, стратегическое положение, делали Кандагар объектом особо яростных наскоков контрреволюционных банд. В начале прошлого года решительными действиями Афганской народной армии и отрядов защиты революции разгулу террористов в Кандагаре был положен конец. Каково сейчас положение в городе? Большой шумный Кандагар выглядит мирным и активным, как все большие восточные города. Власти надежно контролируют город и территорию всей провинции. В стиле жизни, в лицах людей не заметишь страха. Работают в городе и промышленные предприятия. Вали Моаммад Абдиани, в недавнем прошлом губернатор провинции Кандагар, сейчас начальник главного управления местных органов власти Совета министров республики. Он говорит, что в основном в городе спокойно. Это не значит, что бандиты отказались от попыток дезорганизовать жизнь Кандагара. Диверсии и террористические акты случаются. Но это лишь отдельные, теперь уже не часто повторяющиеся случаи. В целом, положение нормализовалось. Мы сняли старую шерстяную фабрику, хотя есть в городе и новая. Но это, на наш взгляд, для афганских условий более показательно. Фабрика работает. А год назад, отсутствие электричества, напряженная обстановка в городе, нападения на рабочих были причиной ее бездействия. Афганистан – развивающаяся страна. И рабочий класс здесь остается относительно малочисленным и недостаточно организованным. Но политическая роль его в жизни страны быстро возрастает. Все больше рабочих вступают в ряды Народно-демократической партии. Много еще предстоит сделать. Но важна ведь главная тенденция. А тенденция вполне определенная. Политика народной власти находит все более ощутимую поддержку. Аргандап, основанный Александром Македонским во времена его индийских походов, до прошлого года значился на картах контрреволюции в качестве одного из основных опорных пунктов в войне против молодой республики. Мы снимали мирный, тихий Аргандап. И это спокойствие надежно охраняли бойцы отряда защиты революции, сформированного из местных крестьян. Более того, именно здесь, в самом плодородном районе Кандагарского оазиса, началось проведение в жизнь нового этапа земельно-водной реформы. Я получил пять жеребов, а раньше моя семья из четырех человек вообще не имела земли, говорит крестьянин Ахтыр Мохаммад. Все принадлежало помещику Ходжи Агала. Крестьяне, получившие землю, объединились в кооператив и сообща регулируют использование столь дорогой и нужной в этих засушливых краях воды. Тот факт, что партия впервые в афганской истории взялась за решение проблемы обеспечения землей безземельного и малоземельного крестьянина, является ее огромной политической заслугой. И вот уже первые сотни тысяч крестьянских семей получили возможность работать на своей земле. В оценке положения, сложившегося за последние годы в Афганистане и вокруг Афганистана, одинаково неверно было бы вдаваться в любую из двух крайностей. Утверждать, как это систематически делается на Западе, что в республике царит хаос, что революционная власть не контролирует положение и что якобы советские войска угрожают традиционным формам жизни афганцев, это означает не более чем просто бессовестно лгать. Но и неверно было бы предаваться иллюзиям, считать, что там все в порядке. До этого не может быть, потому что не сдается контрреволюция, потому что не так просто разделаться с феодальными пережитками и, что, конечно, еще сложнее, с пережитками феодальной психологии. Наконец, против Демократической Республики Афганистана, и это, пожалуй, самое главное, ведется необъявленная война. Необъявленная война – это не просто политический термин. Это тяжелая и жестокая реальность. Кто ведет эту войну? Какими силами? На какие деньги? Ответить на эти вопросы – и, значит, серьезно оценить положение в Афганистане. Как-то в конце ноября мы с товарищами сидели в гостиничном номере и вдруг услышали сильный взрыв. Прошло 20 минут, и прогремел второй взрыв, еще более мощный. Время было темное, и мы поспешили к месту происшествия, как только рассвело на следующий день утром. Вот что застали мы на месте, где находилось массивное железобетонное здание, в котором размещались 44 магазина, аптека, склады, кинотеатр, медицинские кабинеты, где врачи вели прием населения. Адский замысел был достоин самых изощренных и циничных убийств. Негодяи, заложившие мощный заряд, рассчитывали. После первого взрыва соберутся люди посмотреть, что случилось. И тогда прогремит второй взрыв. Так оно и было. Невообразимая по жестокости акция унесла жизни многих людей. Десятки были искалечены и доставлены ранеными в больницу. Спасатели работали почти до полудня и извлекали из-под обломков все новые жертвы. Продолжение следует... А через несколько дней виновники преступления были арестованы, и мы смогли их снять. Посмотрите на них. Эти лица не отмечены печатью преступления. Обычные лица, обычных молодых людей. Однако помимо взрыва здания, о котором мы только что рассказали, они организовали еще три преступления. Были взорваны одновременно три ресторана, где в это время обедали афганские семьи. Около ста мирных жителей были убиты и изувечены. Но для чего? Зачем эта невероятная жестокость? Цель во всех случаях одна. Запугать население, посеять в неуверенности страх и заявить о себе. Знаете, мы здесь и следуйте нашим приказам. Но откуда они получали приказы? Где раздобыли взрывные устройства? Ему и его сообщникам приказывал руководитель так называемой Исламской партии уголовный преступник Гульбедин Хекматиар, которого с помпой принимал в Белом доме президент Рейган. Взрывные устройства были предоставлены зарубежными покровителями, а обращению с ними обучали американские инструкторы. В который раз фигурируют вещественные доказательства орудия убийства, изготовленные в Соединенных Штатах, Великобритании, Италии. Афганская контрреволюция была бы бессильно перед лицом народной власти, если бы не массированная помощь империалистических государств. Руководители республики неоднократно заявляли. Те, кто, осознав свои заблуждения, явятся с повинной и включатся в нормальную трудовую жизнь, будут помилованы. Те, кто не воспользуются законом об амнистии и продолжат борьбу против народной власти, понесут неотвратимое наказание. Но жизнь берет свое. И все больше людей понимают истинный смысл событий. Понимают даже те, которым, казалось бы, понять это труднее всего. Афганские граждане в разное время и по разным причинам оказавшиеся за рубежами своей страны. Актриса Карима Паштун оказалась в Пакистане по причинам семейного характера. Прошла там все круги эмигрантской жизни, идеологической и политической обработки. А недавно Кабул был взбудоражен вестию о ее возвращении вместе с восьмилетним сыном. Деньги, которые у меня были с собой, быстро кончились. Я тщетно пыталась найти работу, хоть какую-нибудь, и вскоре оказалась в лагере для беженцев, рассказывает она историю своей миграции. Ужасней ничего нельзя себе представить. Голод, болезнь, безысходность, боязнь вернуться на родину. Ведь нас убеждали, что в случае возвращения каждого ждет расстрел. И все-таки я решилась, и теперь счастлива. Меня встретили приветливо, с пониманием того, что пришлось пережить. Сейчас же предоставили работу, и я снова играю в труппе Кабул-Нандари, снимаюсь в кино и телевидении. Иностранцы, не желающие вникнуть в суть происходящих в Афганистане процессов, продолжают быть уверенными, что здесь ничто не изменилось. Ссылаются при этом на незыблемость, неизменность сложившихся веками форм народной жизни, устойчивость традиций и привычек. Действительно, то, что туристы называют словом экзотика, по-прежнему изумляет приезжего. Только надо четко понимать, что это лишь часть жизни, а не вся жизнь. И эта часть не должна заслонять с собой глубинные процессы, происходящие в афганском обществе. Так что давайте именно с этих позиций попробуем посмотреть на афганскую экзотику. Дрова продаются в Афганистане на вес. Вот такой продавец. А вместо гири он использует тяжелые камни. Кстати, стоят зимой дрова столько же, сколько пшеничная мука. Ну, разумеется, больше лесов в Афганистане за последние годы не стало. Но хазарейцы, которые занимаются заготовкой и продажей дров, уже не дискриминированная, презираемая властью национальность, как это было раньше, а равноправные граждане страны. И вот в этом-то заслуга революции. Таскать многопудовые карачи не стало легче. Но каждый карачевала знает. Сегодня богатей не позволит себе обругать и вылипнуть ногой, когда тяжелая тележка преградит ему путь. И вот в этом чувстве достоинства, уверенности, в отсутствии боязни заслуга революции. Уличный фотограф. Как и много лет назад, он творит свое чудо с помощью прадедушки современного фотоаппарата. Видите, как он щедро разукрашен открытками с ликами индийских кинозвезд. Но меняется клиентура, и перед объективом улыбается счастливый отец, сын которого солдат революционной армии. Как и раньше, зарабатывают на городских улицах свой трудный хлеб и вкусные сапожники. Это тоже, как правило, хазарейцы. Но сегодня каждый состоит членом профсоюза. А это дает возможность не только установить разумное вознаграждение за труд, но и образовать потребительский кооператив, который снабжает их семьи относительно дешевыми продуктами. Внимательный наблюдатель заметит, что изменились и взаимоотношения клиента и мастера. В них появилась приветливость, ощущение того, что обращаются друг к другу равные. Розничная торговля в Афганистане находится в основном в руках мелкого частника, чья судьба, как и раньше, зависит от конъюнктуры рынка. Но, и вот тут следует очень важное но, дело в том, что помимо рыночной конъюнктуры важнейшую роль играют налоги. Налоговое обложение при королях почти не учитывало размеры реальных доходов. Взымалась равная доля с уличного продавца лепешек и владельца богатого магазина. На первый взгляд все было справедливо. Но в результате такой, с позволения сказать, справедливости у мелкого частника зачастую нечем было расплатиться даже за полученный взаймы товар, а богатей становился еще богаче. Революционное правительство значительно снизило налоги на мелкие доходы, одновременно повысив на большие. Это водоносы. Профессия для Кабула очень нужная, потому что десятки тысяч домиков, прилепившихся к склонам гор, не имеют водопровода. И водой их снабжают эти люди, несущие бурдюки до ста килограммов каждой. И у водоносов сегодня свой профсоюз, помогающий защищать их интересы. Ну, есть, конечно, экзотика, если можно так выразиться, в чистом виде. Гадальщик привычный атрибут уличной жизни мусульманского Востока по-прежнему популярен. И, как всегда, делает свой маленький бизнес с помощью таинственных книг, которые и сам не всегда, наверное, может прочесть. Однажды несколько студентов Кабульского университета провели опрос четырех гадальщиков и двадцати их клиентов. Выяснилось, что даже сами гадальщики скептически относятся к своей профессии. Что же касается клиентов, то больше половины из них не верят. Уличная жизнь сама по себе выглядит экзотично. Пазар шумит и торжествует повсюду. Везде, где есть, что продать и кому купить. Вот здесь можно совершить ошибку. Не следует пытаться купить пеликана, потому что он не продается, а только рекламирует товар. а продаются здесь бесчисленные склянки с лекарствами, сделанными из пеликаневого жира. С их помощью лечатся, разумеется, любые болезни. Вряд ли можно найти более традиционный и более типично афганский товар, чем ковры. На них едят, спят, обсуждают семейные дела, на коврах заседают советы племен, ими украшают и утепляют жилища, укрываются от непогоды. Ковер непременный элемент приданного каждой девушке и с раннего детства ткут девочки под присмотром матерей ковры для своего будущего дома. Особенностью афганских ковров является своеобразие их расцветки, в ней преобладают черные и красные тона и орнамента, который в основном остается традиционным и представляет собой геометрически правильные фигуры. Устойчивость культурных и эстетических традиций определяет все виды прикладного искусства. В каждом афганском городе есть улицы, на которых расположены сотни магазинов и ловчонок, где продаются изделия чеканщиков, ткачей, кожевиных делмастеров, ювелиров, вышивальщиц. Магазины эти и магазинчики называют здесь антикфоруши. Антикфоруши настоящий музей народного творчества. Испокон веков афганские женщины работали только дома. Красивые оригинальные одежды с тонкой вышивкой плод их кропотливого многомесячного труда. И вот такие изделия попадали на прилавки антикфоруши, пройдя через руки многочисленных перекупщиков. Сама мастерица не получала разумеется вообще ничего, а мизерная плата передана перекупщиком мужу поступала в его полное распоряжение. Демократическая организация женщин Афганистана видит одну из своих задач в том, чтобы помочь женщине выйти за рамки домашнего бытия, приобщить ее к коллективному труду и общественной деятельности. При Кабульской городской организации создана мастерская, где женщины занимаются вышиванием, а готовые скатерти, салфетки и платья продаются тут же в специально созданном для этой цели магазине. Не хитрое дело, но результат ощутимый, в первую очередь моральный, но и материальный тоже. Искусство вышивания имеет давние традиции и самым тесным образом связано с национальными и племенными особенностями. Техника, цветовая гамма, орнамент, рисунок чрезвычайно разнообразны. Женщины кочевых племен вышивают не так, как те, что живут оседло. Среди самих кочевников выделяются характерные особенности одежд и вышивок в зависимости от принадлежности женщин к тому или иному племени и даже району кочевий. Различаются орнаменты и рисунки вышивок пуштунов и белуджей, туркменов и узбеков, нуристанцев и хазарейцев. Насима Санги руководитель клуба женской организации. Она считает, что для женщины сама возможность выйти на какое-то время из дома и принять участие в коллективном деле в условиях Афганистана значительный шаг вперед. Одно дело провозгласить равноправие, другое его осуществить. Афганские женщины находятся лишь в начале пути, считает она. он будет нелегким и долгим. Но начало положено и это главное. Первые девушки появились и среди студентов художественного училища. Искусство миниатюры всегда было традиционно мужским занятием. устат на языке дари значит учитель. Но значение этого слова далеко выходит за рамки привычного понятия обучающий, передающий знания. Устат это не просто передающий знания, это учитель жизни наставник, высокий авторитет. У этой стены расстреляли учителей за то, что они отказались прекратить занятия в школе, построенной народной властью. Расстреляли те, кого на Западе называют защитниками исламских ценностей. Так школа, отношения к школе стали критерием, с помощью которого легко распознать, где враг и где друг. Родиной афганской миниатюры принято считать Герат. И при всей традиционности этого сложившегося веками вида искусства его не обошли веяния последних лет. Выполненные в старинной технике появились новые сюжеты. Бехзад Сарджуки один из ведущих мастеров художественной миниатюры. Эти кадры снимались в холодное зимнее время, когда почти все школы закрываются на трехмесячные каникулы. Нечем топить, да и отопление как таковое отсутствует. Кстати, летних каникул, к которым привыкли мы, здесь не бывает. В жаркое время как раз все учатся. Но художественные училища решили на зимние месяцы не закрывать. Нередко работают не раздеваясь верхней одеждой. Коченеют пальцы, становятся непослушными, но продолжают свою ювелирную работу энтузиасты, учителя и ученики. Миниатюра начинается с ажурного орнамента, рамки. Рисунок его появляется на ватмане в результате нанесения тончайшим пером десятков тысяч точек. В этом виде творчества наряду с природной одаренностью как нигде важны поистине фантастическая усидчивость, трудолюбие, художественный вкус, чувство пропорции ритма и искусные руки, способные выдерживать многочасовое напряжение. Кстати, трудолюбие, настойчивость, терпение в работе вообще характерны для афганцев. Пуританский ислам, веками запрещавший художникам изображать живое, выработал на Востоке какое-то особо страстное стремление всеми возможными способами украшать предметы быта. Так родились многие ремесла, которые сродни подлинному искусству. И среди них искусство медников и чеканщиков. В сотнях мастерских газни Чирикара тысячи рук превращают металл в красоту. С восхода до заката стучат молотки и нехитрый инструмент этот рождает домашнюю утварь. Педра, кувшины, самовары, кумганы, чайники, сияющие на солнце, украшающие не только любое жилище, но и саму жизнь человека. Изделие медников и чеканщиков одна из статей афганского экспорта. Государство внимательно регулирует взаимоотношения между ремесленниками и экспортными компаниями, защищает интересы трудящихся. непосвященному бывает нелегко отличить чеканные изделия, вышедшие из мастерской сегодня утром от старинных вещей. стремление как-то украсить жизнь, сделать ее более яркой, радостной проявляется по-разному, иногда самым неожиданным образом. Так в Афганистане существует особая профессия декораторы и разрисовщики грузовиков. Машины украшают чеканкой, бусами, цепями, резьбой. Высокие надстроенные борта покрываются десятками рисунков сюжетных, символических, а нередко и фантастических. Немалое место занимают религиозные сюжеты и цитаты из Корана. Из речения «Аллах Велик» соседствуют с изображением животных, тропических птиц, великой мечети в Мекке и святыни всех мусульман черного камня Кааба. Декораторы грузовиков и их клиенты любят и гирлянды, напоминающие напоминающие наши елочные украшения. Мишуру, переливающуюся на слепительном южном солнце всеми цветами радуги. Современный экспресс, в стране нет железных дорог, и морской парусник, и моря, конечно, там нет. Это впечатление от рейсов в Индию и Пакистан. Оттуда же чеканные изображения индийских мавзолеев. И, наконец, бесконечное разнообразие резьбы по дереву. Этот грузовик тоже был ярко разрисован и украшен чеканкой. На нем перевозили овощи. Стремясь дезорганизовать экономику страны, враги пытаются превратить автодороги в линию фронта. Мхаммад Рустам, Якуб Хош и Шир Мхаммад водители везли на двух грузовиках лабораторное оборудование для автомеханического техникума. Миновали перевал Саланг. И тут раздалась автоматная очередь. Грузовики тяжело осели на диски передних колес. Бандиты увели их в расположенное неподалеку селение. Кошмар продолжался трое суток. Им не давали спать, истязали, допрашивали. Они подвели нас к колодцу забитому трупами, рассказывают водители, и кричали, что это ожидает каждого, кто поддерживает народную власть. Потом показали груду человеческих костей и грязно ругаясь заявили, что таким образом расправились с двумя муллами, которые выразили благодарность правительству за помощь в ремонте мечети. Это изверги, враги ислама, враги каждого трудящегося человека, и ни один честный афганец никогда их не простит. Спасение пришло неожиданно. Низко над головами появились патрульные вертолеты, бандиты в панике бросились в рассыпную, и водителям удалось бежать. неожиданно. Учитывая неожиданно. Учитывая сложную ситуацию на дорогах, афганские власти обращаются к командованию советского воинского контингента с просьбой поступают к зарубежным заказчикам, а это укрепляет внешнюю торговлю страны, важную часть ее национальной экономики. Советские солдаты и офицеры сопровождают автоколонну на дороге, ведущей с севера через Кабул в Кандагар. Водители грузовиков, которые побывали в плену у бандитов, рассказывали мне, что их подвергали и весьма интенсивной идеологической пропагандистской обработке, пытаясь склонить к измене народной власти. Вот у меня на столе несколько листовок и даже таких газетенок, которые напечатаны на территории Пакистана. В них содержатся призывы к афганским гражданам в основном убивать. Убивать кого? Убивать членов Народно-демократической партии, членов Демократической Организации Молодежи Афганистана, членов Демократической Организации Женщин. Убивать, убивать, убивать. Вот основной призыв, вот идейная креда тех, кто их издает. Итак, положение сложное. Положение в ряде случаев и тяжелое. В чем же тогда источник оптимизма? Источник оптимизма и самих афганцев, и их друзей за рубежом. Я вижу эти источники оптимизма вот в чем. Ну, во-первых, вот возьмите такой показатель. За три года необъявленной войны, которая направлена, кстати, в основном, если говорить о персональной направленности, против членов Народно-демократической партии, молодежной и женской организации, так вот, за эти три года численный состав партии вырос в несколько раз, несмотря на смертельную угрозу для каждого члена партии. Численный состав молодежной организации вырос в десятки раз, и тоже можно сказать о демократической организации цели своей жизни и видят будущее Афганистана в осуществлении лозунгов Апрельской революции. Быстрый рост революционных рядов означает расширение и укрепление социальной базы национально-демократической революции. Принципиально новым явлением в общественной и политической жизни Афганистана было образование Национального Отечественного фронта, который объединил все патриотически настроенные организации, поддерживающие цели Апрельской революции и выступающие за независимость страны и ее национальный суверенитет. Это Сиддик Каун, заведующий организационным отделом Национального Отечественного фронта. Он подчеркивает, что общие цели и задачи помогают объединиться даже таким, казалось бы, далеким друг от друга организациям, как Союз промышленников и Совет профессиональных союзов. Отделения фронта уже созданы и энергично работают в большинстве провинций. Внимательное знакомство с афганской действительностью позволяет обнаружить немалые силы, выступающие в поддержку революционных преобразований. Для одних революция была делом жизни еще задолго до 27 апреля 1978 года. Для других она стала смыслом существования позднее. Хош Назару было 15 лет, когда пал даудовский режим, а в 17 он уже стал членом партии, в 18 боролся с оружием в руках против бандитов. Сейчас секретарь партийной ячейки механического техникума. Это Нурия, ей 16. Ее отношение к происходящим событиям определяется уже тем, что она, мусульманская девушка из шиитской общины, стала к верстаку, чтобы овладеть чисто мужской профессией. Член демократической организации молодежи Нурия в рядах тех, на кого Афганистан возлагает свои надежды. Положение молодых людей из трудящихся слоев населения в Королевском и Даудовском Афганистане было таким же незавидным, как в большинстве отсталых в экономическом и социальном развитии стран. Возможности получить профессиональное образование были очень ограниченными. Двери университетов были открыты лишь для детей аристократов и очень состоятельных родителей. Апрельская революция провозгласила одной из своих главных целей демократизацию образования всех ступеней. Плата за обучение была отменена. Тысячи сыновей и дочерей рабочих, крестьян, ремесленников обрели возможность получить специальность стать образованными людьми. во все времена позиция молодежи в значительной мере определяла каким путем пойдет общество в будущее. В переломные моменты, когда рушились устой и в муках рождалось новое, роль молодых возрастала во сто крат. Афганская революция видит в молодежи свою главную опору, потому что молодежь связывает свои надежды на будущее с Апрельской революцией. Торжества в связи с годовщиной революции уже стали национальной традицией. Но ни в малейшей степени не утратили они свой точный и конкретный политический смысл. Шествие трудящихся в центре Кабула не просто многоцветные колонны тысяч ликующих темпераментных людей. Это конкретное волеизъявление, прямая демонстрация поддержки, поддержки революции, народной власти, народно-демократической партии. И это волеизъявление тем более ценно, что в нынешних сложных условиях может оказаться небезопасным. И военный парад не просто зрелище красивое само по себе. Это смотр готовности народной армии защищать революцию. По миру немало распространялось слухов о том, что афганская армия якобы дезорганизована, ослаблена дезертирством, перестала быть реальной силой, способной иметь дело с сильным противником. Ложь. Народная армия крепнет день ото дня, растет ее политическая зрелость и боевая выучка, и опыт, обретенный в борьбе с наемниками, делает ее надежной защитницей завоеваний афганских трудящихся. Живший в 15 веке в Герате великий гуманист и поэт Абдурахман Джами, перед которым, согласно легенде, замолкали даже птицы, когда он начинал говорить, воплотил в одном четверостишии вековую мечту народа о справедливости и равенстве. То город был особенных людей. Там не было ни шаха, ни князей, ни богачей, ни бедных, все равны, как братья были люди той страны. Трудный и долгий путь пришлось пройти его соотечественникам, чтобы возникли условия для осуществления этой мечты. Пожелаем же нашим афганским друзьям прийти к намеченной цели. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok